Виктор Борисович, в контексте интеграционных процессов продвигается ли тема передачи полномочий национальных контрольных органов на наднациональный недоразийский уровень? По каким направлениям продвижение наиболее очевидно? Во-первых, все, что связано с деятельностью таможенного союза. Таможенный союз – это регулирование внешней торговли, доступа на рынок извне и выхода товаров на внешний рынок. Здесь практически все нормы и регулирование передано на наднациональный уровень. Все, что касается тарифных, нетарифных мер, защитных мер, санитарных, педосанитарных. И все эти вопросы регулируются уже наднациональным образом. Здесь сложилась уже определенная практика. Я бы так сказал, что машина сама наднациональная, исполнительская, которая создана, она эти функции уже выполняет в таком текущем режиме. Это нельзя сказать, что нет проблем, что вообще все это происходит очень гладко. Конечно, достаточно бурные споры между национальными правительствами, между представителями национальными, с бизнесом, горячее обсуждение и так далее. Поскольку каждый раз это решения, которые затрагивают всех. А в целом наша внешняя торговля таможенного союза – это триллион долларов. И, в общем, это достаточно существенная сфера. Поэтому это то, что мы осваиваем. Это то, что мы должны делать и то, что мы сейчас осваиваем, как исполнительская машина. Мне кажется, справляемся. Что касается новых компетенций, которые сейчас разрабатываются. Но в первую очередь это связано с компетенцией в сфере конкурентного и антимонопольного регулирования. Работа над пакетом завершена? Работы над проектом, норм завершены в основном. Остаются некоторые штрихи и детали. И завершается работа над модельным законом о конкуренции. Многое изменится по сравнению с действующими? Вы знаете, принцип построения наднационального законодательства состоит в следующем. Мы берем лучшие национальные практики, которые сложились в трех наших странах, и лучшие мировые практики. И пытаемся сделать из этого новую норму для всех троих. Что касается конкурентного и антимонопольного законодательства, то здесь специфика еще состоит в том, что предметом рассмотрения для наднационального органа будет не вообще все, что касается нарушений конкуренции и антимонопольного законодательства, а будет касаться только те сделки, которые затрагивают интересы двух стран. Трансграничные сделки. И здесь, собственно, наработка практики, всякой причем практики наднационального органа по подготовке, проведению расследований, принятию решений, точного определения вот этого объекта, отсеивания жалоб, которые не относятся к нашей компетенции. С другой стороны, я не исключаю, что во следуя этим решениям последует и судебная практика. Со стороны, ну, как бы, недовольных этими решениями. И это тоже нормально абсолютно. Вот это еще предстоит сложить. Но это будет функционировать вместе. Не вместо, а вместе с национальностью. В отличие, скажем, от установления таможенных кошек или там нетарифных мер. Там нет национальных систем, регулирование там только наднациональных. То конкурентное антимонопольное, оно вместе будет. Деля предмет. Общий энергорынок, это пока теория? Это пока теория. Это пока теория. Но, что называется, главы этой теории написаны, оглавление есть. Мы ведем сейчас большую работу по подготовке не только... Вот на первом этапе это будет концепция общего электроэнергетического рынка. А следом уже в прописанной работе есть все, что связано с правилами функционирования этого рынка и так далее. То есть мы предполагаем, что двигаясь шаг за шагом, в течение примерно двух лет можно будет подготовить не только концептуальные основы. Мы в этом году их рассмотрим для общего электроэнергетического рынка. Но на базе того опыта, который есть, разного опыта в трех странах, сформировать модель и правила функционирования общего электроэнергетического рынка. А остается ли актуальным вопрос доступа к трудопроводным системам стран? Ну, актуальным, с одной стороны, он, я думаю, всегда останется актуальным, поскольку нет ничего более естественно монопольного, чем трудопроводные магистральные системы. Неважно, нефть или газ. Они никогда не будут конкурентными, просто потому что никто таких инвестиций не сможет вообще освоить и окупить. И в этом связи доступ к этим услугам, он всегда будет актуальным. Сегодня прописана часть положения, соглашения по доступу к этим услугам. Я не могу сказать, что этих условий и прописанных норм и правил достаточно, чтобы обеспечить равноправный, свободный, спокойный доступ. Конечно, остаются еще вопросы. Мы знаем, какие, и запросили мандат на проведение этой работы у национальных правительств. Вы не исключаете введение для стран-участниц единого экономического пространства в предельных значениях по макроэкономическим показателям? Госдолг, рефляция. Они уже сформулированы. Есть соглашения по макроэкономике и определенные позиционирования по таргетированию государственного долга, дефицита, бюджета. Они заложены в это соглашение, они являются как бы целевыми. Сказать, что за их неисполнение следуют санкции, нельзя. Такого пока нет инструмента. Понимаете, никогда не говори никогда. Поэтому все должно развиваться естественным образом и углубление взаимодействия в других сферах, ну, например, создание свободного рынка финансовых услуг, неизбежно, в том числе потребует углубления координации макроэкономических политиков. Поскольку слишком много будет зависеть, в том числе, от валютных и других обстоятельств. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сложная тема, как выравнивание акцизов на табаку алкоголь? Ну, на этапе, в общем, такого межгосударственного обсуждения, я бы так сказал. Поскольку, с одной стороны, Российская Федерация приняла для себя, ну, по сути, обновленную концепцию регулирования в этой сфере. Не фискальную, а регулятивную с точки зрения охраны здоровья. И в этом смысле акцизы стали обслуживать в хорошем смысле вот эту новую концепцию, новую идеологию сохранения и здоровья населения. В этом плане принятие таких решений в Беларуси и Казахстане пока задерживается, пока идет обсуждение в силу, ну, наверное, понятных причин разного уровня жизни в разных регионах и существенного значения ценового фактора. И пока нет отказа от фискальной элемента политики. Поэтому здесь договоренности еще впереди. И мне кажется, что принципиально важно такой длинный трек согласовать. Не вот конкретное значение сегодня, а в принципе подходы. И если эти подходы, сейчас работа по этому поводу идет, будут согласованы, скажем, на период там до 20-го года, по этапам, с определенным люфтом свободы для национальных администраций, мне кажется, это самое важное, чтобы мы не создавали ложных побудительных мотивов для неэкономического или неправового поведения экономических субъектов. Просто разные условия налогообложения не позволяют говорить о равных инвестиционных возможностях. Вы знаете, алкоголь, это не та история, и табак, да, про который надо рассуждать с точки зрения привлекательности инвестиционной, чего не будет. Еще это все-таки особая категория товаров, которые подлежат, в силу акцизной природы этих товаров, подлежат особому регулированию. И эти товары не являются сегодня товарами единого рынка табака или единого рынка алкоголя. Нет, конечно. У нас этот рынок жестко сегментирован по национальному признаку. И алкоголь, рынок, это три рынка отдельных, а не единый рынок алкоголя. И поэтому и акцизы, в данном случае, и сама технология их взимания являются, ну, как бы, естественной преградой на едином рынке. Вопрос в том, надо создавать единого рынка алкоголя, чтобы создать движение инвестиций. Ну, я бы, честно говоря, к этому относился гораздо более спокойнее. Надо согласовывать акцизную политику в области алкоголя и табака, чтобы не создавать неправильных стимулов для экономических субъектов, которые будут, знаете, как у Карла Маркса. Нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист, если он сулит ему там 300% прибыли, да. Но чтобы вот такой не создавать ситуации рукотворного, здесь надо, конечно, согласовывать. Как Вы оценили перспективы трансконтейнеров, транспортологистических трансконтейнеров? Евразийский оператор – это первая крупная сделка в рамках единого экономического проекта? Ну, обсуждение – это один из первых больших таких коммерческих инфраструктурных проектов. Это один из серий, как Вы думаете, таких проектов? Ну, Вы знаете, будет он один из серий или нет, зависит от того, будет он или нет, и как он быстро начнет развиваться. Мне кажется, очень важно именно иметь такой крупный проект в транспортной инфраструктуре, поскольку он на себя должен, ну, как лакмус и бумажка, как промокашка, выкинуть все те проблемы, разногласия, которые в этой сфере есть. А их, в общем, достаточно много. Нет урегулированности по принятию исключительных тарифов, нет урегулированности по полной унификации тарифов, скажем, международных, потому что они только в направлении портов и так далее. Есть ряд вопросов, на которые нет ответа. И в этом смысле, я думаю, что движение по транспортной инфраструктуре должно, развитие практики здесь должно идти по двум вещам. С одной стороны, это вот подобного рода структуры и компании, крупные проекты, а с другой стороны, это то, что касается выработки транспортной политики. Должна быть согласованная транспортная политика у трех стран, и тогда будет легко определять, какие коридоры наиболее важные, как быть с тарифами, какие риски, какая страна на тех или иных направлениях. Пока нет согласованной транспортной политики, и некоторым зонам регулирования транспортной инфраструктуры подступают, но найти решение не могут. Поэтому сейчас движение параллельно, и выработка подходов к согласованной транспортной политике, и крупные проекты типа логистической контакты. У нас последний вопрос. Новый пищевой регламент, он меняет рынок, в том числе российский рынок продовольствия, меняет ли он условия работы российской продовольственной промышленности? Вы знаете, любое новое что-то решает, что-то меняет. Если бы оно ничего не меняло, оно бы не было новым. В этом смысле, конечно, новые технические нормы нацелены в первую очередь на то, чтобы обеспечить безопасность потребителей. Правда, для многих компаний, которые являются производителями, выпускающими на рынок, это, в общем, предмет такого вожделения и попытки лоббирования тех условий, которые выгодны для них отдельным. Это попытка использоваться в конкурентной борьбе. В любом варианте мы стараемся от таких вещей уйти и продвигать те нормы, которые, с одной стороны, создают возможность для единого рынка, чтобы не было технического барьера. В Беларуси и так, в Казахстане и так, в России и так интерпретируют. С другой стороны, чтобы они были максимально гармонизированы с нашими основными партнерами, с Европой, например, это второй момент, и чтобы они нас двигали вперед. Что у нас в арьергарде, что у нас отстает в этом смысле? Не норма, которую надо установить, а система контроля и надзора за этими нормами, они являются национальными. Во многом они регулируются по своим нормам и правилам, по-разному. В России это одно, в Беларуси это другое. В Беларуси может быть контроль и надзор более, ну, как сказать, более сплошной, более тотальный. В России гораздо меньше сил для того, чтобы такой контроль осуществлять. В этом смысле, может быть, белорусские предприниматели иногда более быстро на себя ощущают, несоответственно, каким-то нормам. Но в целом вся эта работа, естественно, будет требовать движений со стороны бизнеса, маркировки новые и так далее, и так далее. Но мы для всего этого даем переходный период. И по Пищевке, если говорить, он вступает в силу с 1 июля 2013 года, но по нему переходный период до 2015 года с точки неиспользования предыдущих сертификатов, деклараций и так далее. Спасибо огромное. Спасибо.